7 марта 2023 год, вы с Олегом Соскиным на моем канале. Итак, важнейшая тема, это опять вылез этот упырь, вурдалак, оборотень с справками о сумасшествии еще в советский период, агент КГБ, кличка Валер, завербованный еще во времена перестройки Горбачева, когда был директором совхоза, Лукашенко. Прорезался опять и там целую детективу рассказал про то, как этот был поврежден, дырку сделали в корпусе, еще там что-то. Это вот этот самолет, который как-то наблюдает, следит, наводит эти поганные МИГи с этим кинжалом, МИГ-31К или как он там называется, которые все время взлетают. И в результате по несколько часов в Украине всей тревога по тому, как этот кинжал перехватить нельзя. И идет дезорганизация хозяйственной жизни, социальной жизни, человеческой как таковой. То есть это все делает этот урод, который незаконный президент, называется, ну диктатор, реальный диктатор. На Западе они называют таких автократами. Ну какой он автократ? Это просто преступник, обыкновенный преступник, убийца, разбойник. КГБское коммунистическое отродье. И вот это отродье, во-первых, 15 лет дали Штихановской. То есть Тихановская реально победила на этих президентских так называемых выборах. Абсолютно брыхливых, полностью просто фальшивых. Это чистое фальшивомонетничество. И вот ей дали, Лукашенко приказал, дали ей 15 лет. То, что там сидят уже десятки тысяч в этих тюрьмах, там над ними измываются. Там это вообще страшно, да. Это уже как бы все проглотили на Западе. Это вся западная, это верхушка. Бомонд этот весь, американцы, этот Байден и прочие. Великобритания, вся эти суноки. Вот. И этот диктатор съездил к еще одному диктатору в Китай. К коммунистическому бандиту Синдзипину. Который является, входит в эту ось зла вместе с Путиным. Этими иранскими аяталами-кагибистами. Этими ненормальными семействами кимчанынов, этих всех кимов в этом Северной Корее. И так далее. И вот оно дало 15 лет. И теперь заявило, что нашли того, кто это. Вот целая группа людей, которые осуществили вот это аэродроме, там, мочулище или как там. Вывели строй этот самолет. Вот очень дорогой, очень такой важный. Осталось, и всего их где-то 7 штук оказывается. Еще 6 есть. А этот отправили уже дырку залатывать в Таганрог. Чего его не подорвали? Вот это еще вопрос. Что ж там было сложно подорвать? Надо было столько сил задействовать. Там чуть ли десятки людей в этой спецоперации. Чтобы его было надо просто было. Чтобы уже нечего было ремонтировать. Уже нечего было в Таганрог туда. Чтобы оно отвозилось или отлеталось. Ну, как есть, так и есть. То есть, доложил, что справился. Нашел врагов, которые это сделали. Плюс Тихановской же 15 лет дал. Ну, хорошо. И вот как долго он будет злодействовать? Как долго он будет себе вот это все позволять? Просто интересно. Сколько, ну, сколько в Украине его прихлебатели же постоянно говорят. Вот, уже Лукашенко, уже наш человек. Он наш это. То есть, хищник, зверь, вурдалаг, вампир. Натуральный, просто. Чистый. Убил, закопал, заасфальтировал, в болото вбросил сотни людей. Может, даже больше. Может, даже больше. Превратил в концлаги всю страну. Там, сколько их, 10 миллионов или сколько там. Миллиона 3-4 выехало. Вот. И он все время ворнякает. У него все время интервью берут и так далее, и так далее. Кто это делает? Это делает, конечно, пятая колонна. Их кагибистская, белорусская. В этом. Я уверен, что... Я высказываю точку зрения, что Кучма к этому, как координатор, причастен. Турчинов, Кучма, Порошенко. Пока... Ну, и Пинчук, конечно же. Пока не будет этот, начат, процесс катарсиса, ничего сделать нельзя. Ничем из Белоруссии вылечить невозможно. Далее. Одежда, это Урсула фон Дерлян. Где этот Брель, блин? Где этот еще там, как он еще там, о них главный там есть, как он называется. Они, чего все молчат? Почему не приняты жесточайшие карательные мероприятия по поводу Белоруссии, ее банковской системы, предприятия и Лукашенко? В конце концов, закроете границы или нет? Польша, Литва, Латвия, там. Закроете или не можете закрыть? Полностью, надо полностью не впускать, не выпускать. Никого, никаких, никаких транзитов, никаких этих... Все, просто должна быть стена. Надо полностью закрыть клетку. То же самое должна Украина сделать. Данилов, помните, я говорил, что неразрываемые отношения с Белоруссией. Слышишь? А вот так как Тихановскую. Не хочешь, Данилов, чтобы с тобой так сделали? Еще раз говорю, поедь в Киевскую область, поедь, посмотри, что там с городами сделали. То есть, идет реальная война сегодня. Белорусь участвует в полный рост. Это вместе, это страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, террористическую геноцидную, вместе с Путиным Российской Федерацией. Сегодня граждане Белоруссии ведут войну. Вот и все. Вы объявляете об этом? Зеленский, объявляете? Или ты тоже там подвязанный как-то на этого Лукашенко? А как иначе? Более того, значит, Запад должен начинать тоже против него соответствующее преследование. А раз Тихановской дали 15 лет, значит, надо давать минимум 15 лет Лукашенко. Что же вы не делаете этого? Он себе свободно полетел в Китай на самолете. Он как летал туда? Как он туда пролетел? Он участвует в этих СНГ, ВДКБ. Он все время дает интервью. В чем проблема? Вы не можете справиться с каким-то террористом. Это террорист международного масштаба. Так объявите его. Организатор агрессии против Украины. Это Сатрап. Уничтоживший свое государство. Уничтоживший свой народ. Совершивший аншлюз. Вот и все. Почему ему дают такую свободу? То есть надо просто сделать железный, железобетонный колпак и на эту Белоруссию его надеть. Не въехать, не выехать и все. Полностью все перекрыть. Только граждане, которые хотят выехать, которые возьмутся за оружие или они выступят против Лукашенко, создадут организации вне страны информационные, айтишные и так далее. Только их принимать. Все. Никаких экономических связей. Полный эмбарго. Как на Кубу. Сделать то же с ним, что сделано было с Кубой. И сейчас сделано. Это правильно. Но тогда Кубу не дожали. Надо ее дожать. Сколько же там коммунисты будут при власти находиться. Вот и все. Вот это должен быть результат сегодня. Более того, Зеленский, надо отменять военное положение. Надо объявлять тогда, что война идет. И надо объявлять страны-агрессоры. Российская Федерация с режимом Путиным, бандитско-кагибистским. Так и говорит. Раз. Это тоже носитель зла. Это мировой преступник. 30 стран уже заявили, что надо трибунал над Путиным. Но есть же второе. Это Лукашенко. Это Лукашенко. Плюс есть те, которые работают на Россию. Это Турция. Это Китай. Это Индия. Это Казахстан. Это Армения. Это Узбекистан. Киргизия. Это Джекистан. Через них идет обход санкций. Что ж непонятно что ли. Азербайджан. Это предатели. Это предатели, на которых, на их лидерах, на тоже кровь украинских детей, женщин, стариков. Разрушение городов. Украинских воинов. Это те, которые кормятся с рук Путина. И лижут его сапоги красной от крови. Красной глифе. Что ж тут непонятно. И первый, кто этот лапсердак имеет, это Лукашенко. Поэтому после Тихановской 15 лет вообще никаких теперь пощады ему быть не может. Вообще никакой пощады. Вот и все. Его надо просто объявить мировым террористом, как у самого Бен Ладена. И объявляется охота. И все. Как это делалось в Соединенных Штатах. На этом, в Диком Западе. Без проблем. Премию давали. В чем проблема? Урсула, в чем проблема? Хочешь, надо возглавить. Джонсон, в чем проблема? Сунок и все прочие. Байдены. Вместе с Блинкинами. Давайте. Действуйте. Если можете. Если не трусы. Не можете, так сказать, одного пришпилить. В центре Европы развел тут бордельер полный, кровавый. Вот такой бы я вам анализ сделал на сегодняшний день. Вывод. Полная блокада. Финансово-экономическая, политическая, демографическая, социальная, транзитно-логистическая Беларусь. Полная. Полный запрет на передвижение. Полная конфискация всех банков имущества. И начало суда. Трибунала над Лукашенко. Вот и все. После Тихановской это уже не должно быть никакой пощады. После того, как они сейчас этих... Он объявил, что в Мочулищах вот они нашли этих ребят каких-то и так далее. Сейчас же они им дадут смертную казнь. Вы что, не понимаете, что это? Только так. А как иначе? Острие против Острия. Вы с Олегом Соскиным поддерживаете канал. Беларусы, опомнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Поддерживайте Олега Ильича. Кто вам еще правду скажет. До новых встреч.